Или мне кажется, или Путин совсем слетел с катушек. Так бывший посол Соединенных Штатов России Майкл Макфол охарактеризовал анекдотическое решение российских властей о назначении американского актера и режиссера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по вопросам укрепления российско-американских связей. Понятно, что такого рода распоряжение может разве что позабавить американцев именно потому даже бывший дипломат и опытный исследователь России Макфол недоумевает, зачем Путин выставляет себя на посмешище. А исследовать нужно вовсе не Россию, исследовать нужно Советский Союз. И тогда никому не будет смешно, будет печально. Советские лидеры тоже обожали западных деятелей культуры, которые восхищались успехами социализма и, так сказать, загадочной русской душой. Список лауреатов Сталинской и Ленинских премий за укрепление мира между народами украшают имена, рядом с которыми сигал просто никто. Но советское руководство не очень интересовал автопортрет, которым просоветские интеллектуалы пользовались в собственных странах. Им важно было продемонстрировать собственным гражданам, как весь мир поддерживает первое в мире государство рабочих и крестьян. Отличие советского руководства от российского в том, что любовь к западным интеллектуалам и коммунистам культивировалось в годы закрытого общества. Тогда большую часть информации граждане получали из газеты «Правда», а «Правду» из передач «Радио Свободы» и «Голос Америки». И многих можно было действительно убедить, что простые люди на Западе завидуют советским крепостным. Сейчас все иначе. Сигал – это товар для внутреннего потребления. Но вот только вряд ли россияне поверят в то, что одиозный режиссер выражает взгляды большинства американцев. Россиян сегодня куда больше интересуют проблемы, связанные с повышением пенсионного возраста, чем назначение очередного спецпредставителя по дружбе с простыми людьми Америки. В 2014 году в ситуации разочарования людей властью Путин предложил россиянам Крым. Но Крыма на каждый день у российского президента нет. Да и украденная территория уже не интересует большинство жителей России. Более того, некоторые начинают понимать, что ухудшение жизни и кража Крыма – звенья одной цепи. В этих условиях, конечно, лучше вообще отказаться от повышения пенсионного возраста. Но денег на такое решение у Путина уже нет. Приходится обходиться Сигалом. Виталий Портников А что вы думаете, друзья, по поводу этого странного назначения? Наверняка еще все до сих пор смеются над историей с Жераром Депардье. Помните, как его встречали, как обнимали все подряд, начиная от Путина и кончая Кадырова. Дали ему пятикомнатную квартиру в Грозном. Объявили, по-моему, почетным жителем Мордовии или что-то в этом роде. А что после произошло? Жерар Депардье уехал в Бельгию. Обосрал Россию как только мог. Во всех своих интервью говорил, что большего сарая в жизни он не встречал. И сказал, что будет лучше жить в Алжире, чем в России. Кстати, больше об этой истории он не вспоминает. И, насколько я знаю, в Россию не возвращается. И вот теперь Стивен Сигал. Человек, ну, скажем так, абсолютно лишенный актерского таланта. Он из числа тех самых, кто на боевых искусствах пытались сделать себе карьеру. Ну, как раз-таки Стивен Сигал из Плеяды Лохов. Те, кто снимали малобюджетные фильмы и были непопулярны. Их почти никто не знал. И вот теперь ему 66 лет. Он приехал в Россию и несет совершенный бред о том, что у него есть какие-то монгольские корни. И что даже есть фотография, где его предки сидят в монгольских шапках. Ему бы кто-нибудь в этот момент объяснил, что Россия, в общем-то, не Монголия. Захарова, чтобы его немножко поддержать, поправила, дескать, не монголов он имел в виду, а бурятов. И вот представьте человека, который путает Бурятию и Монголию, Россию и Монголию. Назначают спецпредставителем МИДа. Ну, до какой степени можно еще опуститься? В Америке о нем никто не помнит. Для чего это делается, непонятно. Для того, чтобы люди лишний раз удивились, покрутили пальцем у виска. Прав был Майкл Макфол, который сразу же через несколько часов после назначения в своем твиттере написал только одно слово. Безнадежно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова